Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги недели. Это «Большой космос» — программа о самых интересных событиях и людях отечественной и мировой космонавтики. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рокозин во время рабочего визита в Екатеринбург посетил предприятие НПО «Автоматики» имени академика Николая Александровича Семехатова. Именно здесь создается радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей «Союз-2». Специалисты НПО «Автоматики» показали процесс изготовления печатных плат и рассказали, какие испытания проходят уникальные изделия, прежде чем стать частью одной из самых востребованных в мире ракет производства РКЦ «Прогресс». «У нас сегодня самая ходовая ракета «Союз-2», на которой и мы летаем, ну, российские нагрузка выводится, и космонавты сейчас летают с 2019 года, и европейцы, и европейское космическое место заказывают вывод своих спутников, своих полезных нагрузок на орбиту. То есть для «Союза-2» по «Автоматики» с 2004 года делают систему управления. То есть 20 штук в год мы делаем такие системы управления уже, получается, уже 17 лет. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков ознакомились с новыми проектами НПО «Автоматики», ориентированными на массового потребителя. Это разработки в сфере управления сельскохозяйственной техникой и обеспечения безопасности для автотранспорта. Специально для Роскосмос-ТВ Дмитрий Рогозин рассказал, что будущий аэропорт космодрома «Восточный» также оснастят передовыми системами контроля безопасности. «Мы хотим вводить в систему беспилотных машин, которые будут обеспечивать уборку, в том числе от снега, от мусора, все взлетно-посадочные полосы и в целом всего терминала, управляемые из единой системы управления, конечно, с категорическим обеспечением безопасности движения. То есть, чтобы никто у нас не принимал самодурных решений, выезжая на ВПП в момент, когда там садится или взлетает самолет. Это очень важно. Поэтому мы хотим это отработать. Если у нас получится, а у нас точно получится, тогда мы скажем, на космодроме «Восточный» аэропорт и комплекс такая система внедрена, давайте ее вводить дальше во все терминалы нашей страны. Вот это важно. Поэтому, что ни возьми, скажем, там «Умный город» мы тоже там стараемся делать. Система безопасности антитрористической тоже там будут работать беспилотные роботы. Мы в ближайшее время будем проводить испытания беспилотного робота, который будет обеспечивать безопасность периметра всего космодрома. Это новейшая разработка, в том числе и с нашей системой управления. Поэтому только так. Это же наш космодром, наша гордость. Там должно быть все самое передовое, что потом будет протиражировано в других местах. Новости космодромов и ведущих предприятий ракетно-космической отрасли в Большом космосе. 14 сентября в 21 час 17 минут 9 секунд по времени Москвы с пусковой установки номер 6 стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур в штатном режиме выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34-мя новыми космическими аппаратами спутниковой компании «Ванвеб». Данный пуск — десятый в рамках совместной программы «Роскосмоса» и «Ванвеб» и сотый для разгонного блока «Фрегат». Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами НПО «Лавочкино». Во время автономного полета было обеспечено 11 активных участков, 3 включения маршевой двигательной установки и 8 включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников. Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» подтвердили выполнение контрактных обязательств. Миссия завершена успешно, отметил в телеграм-канале генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Напомню, космические аппараты «Ванвэб» предназначены для создания системы связи, которая обеспечит предоставление высокоскоростного доступа в интернет практически в любой точке Земли. Фактически мы в условиях санкций, в условиях, когда эти санкции направлены и против собой ракеты космической отрасли, а американские санкции вообще запрещают выводить на наших ракетах какие бы то ни было, чьи бы то ни было космические аппараты, если в них хоть какая-то деталька небольшая, американское изготовление. И тем не менее, несмотря на это, мы выводим космические аппараты, системы, которые в том числе и акционеры, у которых является британское правительство. Но это в принципе нонсенс для них, для организаторов санкций. А для нас это хорошая тема, потому что, во-первых, мы зарабатываем важные для нашей отрасли деньги, которые идут и на зарплаты, и на модернизацию ракетокосмической отрасли. Во-вторых, мы демонстрируем, что несмотря на санкционную политику и на политику демпинга американских ракетчиков, мы, тем не менее, удерживаем, пусть меньше, чем раньше, но тем не менее, серьезную долю на рынке космических пусков. А это знаковое событие для всех тех, кто продолжает желать работать с нами. Поэтому отрасль сегодня, наша, Роскосмос, выполняет несколько важных задач. С одной стороны, это государственный заказ в интересах Министерства обороны или в интересах самого Роскосмоса, научные, социально-экономические или оборонные спутники. Мы их выводим. Это наша федеральная программа. Плюс, это коммерция, которая тоже важна. И хотя сравнивать количество пусков сегодня несправедливо, нечестно в условиях санкции, это глупость, тем не менее, мы, несмотря на это, показываем свои зубы. Это очень важно. Тем временем на Байконуре готовится к предстоящему запуску к Международной космической станции транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19». Экипаж корабля, космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников полета, актрису Юлию Пересильтой, режиссера Клима Шипенко, ожидает интенсивная предстартовая подготовка на легендарном космодроме. Непосредственно запуск пилотируемого «Союза» к МКС намечен на 5 октября. Также на Байконуре продолжается подготовка узлового модуля «Причал», запуск которого планируется в конце ноября. Все подробности в специальном репортаже Влада Миронова. Мы находимся в монтажно-испытательном комплексе филиала корпорации «Энергия» на космодроме Байконур, где прямо за моей спиной проводят предполетные испытания всех систем корабля, на котором совсем скоро полетит первый в истории киноэкипаж. Вызов должен стать не просто первым в истории фильмом, снятым на орбите. Это уникальный опыт экспресс-подготовки непрофессиональных космонавтов, который пригодится во время экстренной отправки на МКС, например, ученых или медиков. Основной дублирующей экипажи миссии успешно сдали все экзамены. И уже на этой неделе прилетят на Байконур для предстартовых тренировок. Здесь их уже ждут. Происходит уже заключительная операция и подготовка непосредственно к пуску и встрече экипажа космического корабля «Союзом С-19» номер 749. Что-то такое присутствует, да, что необычный экипаж, что всего лишь один профессиональный космонавт, но в плане подготовки корабля и работы расчетов это не сказывается никак. У нас в этом плане ничего не поменялось. Мы также должны все сделать свою работу качественно, вовремя, в срок, обеспечить готовность корабля и всех его систем к полету. В том же зале «МИКО» уже готовят узловой модуль «Причал», пуск которого ожидается в конце ноября. Он подарит Международной космической станции пять дополнительных стыковочных узлов. Один узловой модуль активный, который позволит состыковать модуль непосредственно со станцией СМЛМ. И пять модулей пассивных, которые будут позволять по программам полета принимать различные дополнительные модули, космические корабли, которые будут отправляться на Международную космическую станцию, к МЛМ в дальнейшем. Он еще должен пройти массу испытаний, как в вакуумной камере, так еще должен быть собран корабль совместно. То есть УМ вместе с нижней частью должен быть собран. И испытано в такой схеме, в такой конфигурации. То есть проверены все системы корабля, как комплексные испытания проведены. Испытания в вакуумной камере должны быть обязательно проведены на герметичность. Ну, потому что все-таки космос, вакуум, и мы должны в первую очередь беспокоиться о безопасности экипажа. Напомню, запуск модуля запланирован на конец ноября с Байконура. Ожидается, что через двое суток после старта причал будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю наука российского сегмента МКС. Мы будем следить за развитием событий. Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажа и длительной экспедиции МКС-66 прошла в ЦПК в режиме онлайн. Космонавты и участники космического полета ответили на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей. Как сообщается на официальном сайте Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, планируется, что экипаж МКС-66 будет работать на орбите в течение 174 суток. А вот ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток. Мы летим по быстрой схеме всего за два витка через 3 часа 15 минут. Мы должны стыковаться со станцией. Вот тут начнется еще более интересная работа. Это впервые будет сниматься художественный фильм, в котором я буду участвовать не как космонавт, а как актер. Ну пусть не первоплан, не главный герой, но все равно мне придется понять, как это на самом деле снимается фильм и в таком необычном месте, как космос. В основе этого фильма лежит такая история, когда простому человеку, как мы сейчас уже понимаем, это женщина, которая никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала в сторону космонавтики или участия, ей предлагают полететь на станцию МКС и совершить поступок в ее врачебной, тем, чем она занимается по роду своей профессии, она врач, и предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавта. И самое главное, что хочется от этого всего получить сейчас, это удовольствие, потому что мы уже здесь, в ЦПК в том числе, давно, у нас здесь экзамены, тренировки, такие немножко все время такой суровый график, а сейчас хочется вспомнить все, чем у нас здесь научили и все-таки получить удовольствие. И от тех съемок, которые нас ждут, я не говорю, что это будет легко, это будет чрезвычайно тяжело, мы это понимаем. Одно из самых сложных испытаний прошли кандидаты в космонавты набора 2021 года. Трое суток в сурдокамере, при этом 64 часа без сна. Согласно циклограмме, кандидаты в космонавты проходят психологическое тестирование, участвуют в медицинских обследованиях, выполняют физические упражнения, ведут устные репортажи и дневник и даже занимаются прикладным художественным творчеством. Дежурная бригада специалистов ЦПК, психолог, врач, инженер круглосуточно наблюдает за тем, как их подопечные переносят условия такой деятельной космической изоляции. 13 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась международная гагаринская конференция. Мероприятие было посвящено 60-летнему юбилею полета человека в космос и важности дальнейшего развития космонавтики. В космосе работают спутники связи. Космос используется как средство для наблюдения за Землей, для анализа ситуации на Земле, анализа экологической ситуации, картографирования Земли, для того, чтобы видеть изменения. И современные методы позволяют увидеть не только глобальные какие-то изменения, которые видны на широкоформатных кадрах, но и детальные изменения движения земной коры вплоть до отдельных сантиметров. В центре космонавтики и авиации собрались гости не только из России, а кто приехать не смог, приняли участие онлайн. Так, результатами международного сотрудничества в освоении космоса поделились коллеги Роскосмоса из Японии, Китая, Европейского космического агентства и НАСА. На конференции также обсудили перспективы дальнейшего использования МКС, развития космического туризма и колонизацию планет Солнечной системы. Для этих задач формируются сейчас технологические карты, так называемые дорожные карты, перечень критических технологий по каждому разделу человеческих знаний, в том числе по медицине, по биологии, для того, чтобы обеспечить жизнь работу экипажа при дальних, длительных и дальних и длительных полетах как на поверхность Луны, так и в сторону Марса. Герой труда Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации, профессор, доктор технических наук, генеральный директор научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пелюгина Ефим Леонидович Межерицкий отмечает юбилей. Из своих 80, он более 60 трудится в ракетно-космической отрасли. Монолог юбиляра о профессии, работе и перспективах в Большом космосе. Работа это главное. Я работаю с марта 60-го года. Это уже 62-й год. У нас единственное предприятие, которое система управления делает от начала и до конца под ключ. Хорошие системы управления. Они у нас все хорошие. У нас был протон К, а потом мы сделали новый протон уже, современный, но цифровой. математик, поэтому он очень надежный. Ну, дальше пошли иногда. Мы на первый пуск шли всегда уже с полезной нагрузкой. Значит, мы не боялись, что у нас школа такая, максимальная наземная отработка. Максимальная наземная отработка, и все полетные, мы отрабатываем на математической модели. Практически непроверенные, ничего не оставалось. Когда я еду на госкомиссию, и когда я проезжаю перед стартом, я прошу изделия, что мы тебя проверили все как нужно, не подведи. Это очень важно для нашего предприятия. Это принцип, который давно-давно заложен. Чем выше должность, тем сложнее. Это же все создают люди. И я, как руководитель, должен создать такую обстановку в коллективе, чтобы она подходила практически для всех. Если она не подходит, то ничего не добьешься. А когда тебя уважают, и каждое твое слово является законом для них, мы сделали новые приборы определяющие скорость движения. На новых принципах все. Они уже пойдут на все отрасли. Унифицированы. Ни одну работу мы не провели. Ни одну. Мы только выручали. Торжественное собрание в день рождения первого руководителя легендарного НИИ-88 Льва Гонера прошло в городе Королев в Цнимаше. Современный Центральный научно-исследовательский институт машиностроения был сформирован 75 лет назад на базе артиллерийского завода 88 в подмосковных Подлипках. Сегодня это головной институт Роскосмоса и крупнейший космический центр страны. Именно опыт директора Гонера и его высокий личный авторитет сыграли ключевую роль в первые годы становления нового института. Остальные наши директора это и Мажорин, и Янгель, и Владимир Федорович Уткин известный своей сатаной. Но Лев Рувимович, он начинал все это. То есть становление, уже развитие это были, были другие люди. И вот именно в год 75-летия нам удалось убедить наше руководство, чтобы как-то отметить вот этого выдающегося человека. 15 сентября 1931 года 90 лет назад была организована легендарная ГИРД группа изучения реактивного движения. Возглавил ее Фридрих Цандер, ученый, изобретатель, один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе. Уже в 1933-м ГИРДовцы сумели запустить две экспериментальных ракеты конструкции Михаила Тихонравова и Сергея Королева. ГИРДовцы вошли в историю как пионеры ракетной техники, разработчики теоретических и практических основ реактивных полетов. О современных энтузиастах космической науки и практике Анна Шенцева. В музее космонавтики прошел настоящий научный батл Science Slam, где главное правило просто ярко и интересно рассказать о том, в чем разбираются. Научными конференциями и семинарами уже никого не удивишь, а вот бой между молодыми учеными это что-то новое, крутое и понятное даже самому далекому от науки зрителю. Смысл этого формата в совмещении несовместимого. То есть по умолчанию Science Slam это формат, когда ученые выступают на сцене клуба или бара, то есть в аудитории, которая никак не ассоциируется с наукой, и именно на этой площадке рассказывают доступным, что очень важным языком, про свои, что не менее важно, научные исследования для совершенно неподготовленной по умолчанию аудитории, очень разной. Формат Science Slam пришел к нам из Германии. Сейчас уже больше, чем в 20 городах России проводятся такие научные бои. Зрители напрямую узнают о новых разработках и новостях науки, общаются с учеными и выбирают самое интересное выступление голосования. На Slam приходят и дети, которые частенько уходят уже с желанием тоже стать учеными. Для школьников, которые тоже иногда ходят на наши мероприятия, это такой формат немножко профориентационный, потому что у нас даже есть несколько историй, когда ребята, придя на Slam, услышав какого-то ученого, затем выбрали это направление для обучения и, в общем-то, тоже пошли в науку. Для нас это, конечно, очень радует. Это значит, что мы делаем правильные вещи. Проект выиграл грант мэра Москвы, и теперь в музеях столицы проходят 6 Slam на разные темы. На этот раз в музее космонавтики рассказывали о создании спутников, работе законов права за пределами Земли и имитации полетов в космос. Например, Анастасия Степанова участвовала в проектах Марш-160 и Сириус-19, когда тебя на несколько месяцев изолируют вместе с другими членами экипажа и ставят на тебе эксперименты. Мотивация, деньги или популярность, она очень плохая для участия в таких экспериментах, потому что там действительно тяжело психологически, и вас может вытащить только мотивация более высокая, то есть это вклад в развитие науки и такая тренировка себя на возможное будущее, что вы там тоже полетите когда-нибудь. Георгий Лисицын долгое время работал в Центре подготовки космонавтов и учил их выживать на орбите, поэтому не понаслышке знает, что делать, если на МКС произошла, например, разгарметизация. Многие люди думают, что космос, он опасен. Вот, собственно, все, синоним космос опасен и профессия космонавта, она самая опасная на Земле. Это так, действительно, но все-таки хочется немножко развенчать миф вот этой вот абсолютной опасности. Победил в итоге термомолекулярный вакуумный насос. Именно с такой темой на сцену вышел Павел Гайдук, который завоевал сердечки зрителей выступлением с мемами и спецэффектами. Представьте, что здесь вот начертан круг. Представляете? И давайте в этот круг мы возьмем и вместим какое-нибудь случайное событие. Соответственно, в зависимости от того, куда упала эта бутылка, которую я кинул абсолютно случайно, она равновероятно могла упасть практически в любую часть. трофеем стали боксерские перчатки, как символ самого с ног сшибательного выступления. Если вы уже пожалели, что пропустили это мероприятие, не жалейте. В описании видео мы прикрепили ссылку на трансляцию, где уже сейчас можно узнать все про вакуум, выживание на МКС и космические преступления. А сейчас в Большом Космосе традиционный обзор объекта Вселенной от Николая Вдовина. Месье 33 галактика-треугольник. Известный спиральный звездный мегаполис находится снизу от галактики Андромеды. Ее также часто называют галактикой булавочное колесо. Диаметр галактики более 50 тысяч световых лет. Она занимает третье место по размеру в так называемой местной группе галактик после туманности Андромеды и нашего родного Млечного Пути. М33 находится на расстоянии 3 миллионов световых лет от нас. В треугольнике множество молодых звездных скоплений и областей интенсивного образования звезд. Как и в галактике М31 наблюдение переменных звезд в галактике М33 помогли астрономам установить своеобразную космическую рулетку для определения расстояний во Вселенной. Угловые размеры галактики более чем в два раза превышают размеры полной Луны. Ее как раз сейчас можно увидеть на ночном небе даже в обычный бинокль. Спасибо за внимание. Увидимся в большом космосе. Субтитры создавал DimaTorzok выборов в органы местного самоуправления. Субтитры создавал DimaTorzok Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе. Продолжение следует...